МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соприкасаясь с работой прокуратуры Алматинской области, я отметил для себя интересную деталь. Удивительная открытость, стремление к диалогу и отсутствие страха перед сложными вопросами. Хочется верить, что в прокуратуру пришло новое поколение. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника управления уголовного преследования прокуратуры Алматинской области Искаков Жандос Газидович. Добрый день. Сегодня очень много говорится о трехзвенной системе уголовного судопроизводства. Как вы считаете, можно ли сказать, что уже сегодня, это новшество дало какие-то реальные результаты? Глава государства в своем послании поручил внедрить на территории нашей страны трехзвенную модель судопроизводства. Во-первых, в чем она заключается? Это за уголовный процесс отвечают три звена. То есть это органы полиции, которые добывают улики. Органы прокуратуры, которые дают оценку этим уликам, не допускают нарушений конституционных прав и суд. Он, получается, выносит свой вердикт. Такая вот трехзвенная модель. К нему переход был поэтапный. В прошлом году был такой, так называемый, мягкий переход. В прошлом году в пилотном варианте мы это опробовали, в том числе и наша область. А вот с начала этого года уже работаем в рамках закона. То есть какие изменения произошли? Ключевые решения, принимаемые органами уголовного преследования, сейчас они согласовываются с прокурором. Без согласования оно не имеет юридической силы. Но и раньше ведь согласовывалось с прокуратурой. В чем разница? Разница в том, что, во-первых, сейчас у нас определены сроки. Сроки определены, допустим, по признанию подозреваемых, квалификации, деяния. У нас здесь суточные сроки. Здесь, вот отвечая на ваш вопрос, это напрямую влияет на выявление конституционных прав. То есть вопрос изначально был, какие преимущества? В первую очередь это защита конституционных прав. Вот в этом году у нас по делам, по которым ключевые решения согласовывались, нарушены конституционные права лишь двух лиц. В прошлом году эта цифра составляла порядка 20. Такие вот. А в чем заключалось нарушение конституционных прав? Нарушение конституционных прав, допустим, уголовный процесс. Здесь применяется к человеку задержание, квалифицируется его деяние, дело направляется в суд. При прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям, при предъявлении обвинения, его же действия ограничиваются, либо в суде оправдание этого человека, это влечет на нарушение конституционных прав. А вот эта вот трехзвенная модель, когда согласовываются основные ключевые решения, то есть уже через призму прокурорского надзора все это смотрится. Вот, допустим, мы в этом году отказали в согласовании где-то порядка 200 признаний лиц подозреваемыми, порядка 100 квалификаций деяния. Вот здесь и лежит основной корень. То есть в этих цифрах возможно было, не факт, что эти дела, допустим, дальше в суд не пошли, но это уже сито. То есть можно сказать, что вы исправляете ошибки полиции. Верно. И этот процесс идет более эффективно, а раньше этого делать нельзя было. Нет, это раньше было, но с трехзвенной моделью у нас в Генеральной прокуратуре изменен ряд внутренних документов, нормативных актов, инструкция в корне изменена. То есть все наши действия регламентированы. Вам не кажется, что основной фактор, основная причина всех тех злоупотреблений, которые происходили в правоохранительной судебной системе, они кроются в человеческом факторе, да? В сознании людей. Но ведь люди остались те же самые. Можно ли сказать, что эта трехзвенная система что-то поменяет в сознании людей, в их психологии, в их морали? Вот что меня интересует. Во-первых, еще раз как бы начну ответ с преимуществ трехзвенной модели. Отсюда и ответ сам будет вытекать. Сама трехзвенная модель подразумевалась в первую очередь с прозрачностью уголовного процесса, чего мы долгое время не могли добиться. Этому способствует и расследование уголовных дел в электронном формате, когда практически органу расследования скрыть ничего невозможно. Провел определенные следственные действия, они сразу ложатся в электронном формате, их любой может просмотреть. А раньше это было возможно? Раньше бумажный вариант, всегда есть человеческий фактор. Можно подправить, есть какие-то коррупционные начала в этом вопросе. На данный момент весь уголовный процесс прозрачен. Именно цифровизация? Способствовала. Электронные уголовные дела способствуют. Во-первых. Во-вторых, быстро, это очень удобно работать следователем. Не нужно там, допрос занимает меньше времени. Очень удобно адвокатам, прокурорам вообще удобно. Любое уголовное дело интересующе, с рассмотрением жалоб. Нет веры, надобности запрашивать эти уголовные дела с дальнего района. Можно все в режиме реального времени просмотреть. Сегодня очень актуальна проблема киберпреступности. Как вы считаете, что вот эта электронная система, цифровизация, не возникает ли риск того, что может быть произведен взлом этой системы и внесены какие-то изменения в те документы, которые, допустим, фигурируют во время следствия, во время судебного процесса? Есть ли такая угроза? Вопросы мошенничества сейчас по всей стране стоят очень остро. Не исключение и наша область. К сожалению, мы в числе лидеров по росту. Алматинская область. По итогам 9 месяцев рост составляет 74%. Это связано, в первую очередь, с развитием интернет-мошенничеств. Во время пандемии особенно этот вопрос усугубился. Здесь напрямую доверчивость наших граждан. Приобрести тот льняной товар, допустим, по меньшей стоимости. Этим пользуются мошенники. На данном этапе этот вопрос у нас по итогам полугодия мы рассмотрели на координационном совете в прокуратуре области с участием всех заинтересованных лиц. Приняли ряд мер, в том числе об усилении именно в части выявления этих киберпреступлений. Там имеется специальное управление, чтобы в этом управлении работали сотрудники, имеющие опыт работы именно в IT-технологиях. Больше всего распространена киберпреступность. Где-то 44% из этих преступлений, мошенничеств, именно интернет-мошенничеств составляет. Где-то более порядка тысячи преступлений, это вот за счет приложений. Допустим, крыша, колеса, они всем известны. И через эти приложения совершаются преступления. Это, насколько я помню, порядка 700 преступлений у нашей области. Именно совершены с помощью вот этих вот приложений. На втором месте именно по интернет-мошенничествам идут так называемые вот эти микрокредиты, быстрые займы, где тоже представляются сотрудниками банков в таком плане. Может быть, какие-то изъяны в нашем законодательстве есть? Может быть, есть смысл принять какие-то новые законы? Как вы считаете? Здесь в целом закон, сам уголовный кодекс, в принципе, по наказанию, по карательной практике в целом соответствует предъявляемым требованиям. Здесь, наверное, больше должны, здесь должно быть участие именно организаций, которые предоставляют эти условия, допустим. Те же вот интернет-площадки, да, допустим, крыша, вот, да, вот я сказал, колеса. Наверное, как бы, чтобы сложно было мошенникам воспользоваться, допустим, чтобы даешь объявление о краже, допустим, сейчас по этому очень легко подать заявление. Я думаю, здесь было бы хорошо, допустим, если перед тем, как выложить объявление, программа требовала бы сканирования лица, ну, к примеру. Дальше какие-то правоустанавливающие документы, допустим, того или иного имущества, допустим, на данном случае машины. Вот, то есть такие маячки, которые дали бы потенциальным клиентам, ну, оттолкнуться от того или иного заявления, вернее, услуги от той или иной. Здесь как бы банкам, наверное, следовало бы как-то, допустим, сейчас от третьей лица страдают, допустим, мошенник берет, а наш потерпевший человек ни сном, ни духом о том, что в отношении него взят кредит, чтобы, это же программа банка, чтобы банки усилили работу в этом направлении. И самое главное, это вот, на мой взгляд, правовая грамотность. Надо вот нашим гражданам, пословица же гласит, бесплатный сыр только в мышеловке. Здесь в первую очередь самосознание, правовая грамотность. Отсюда у нас идут финпирамиды, допустим, это тоже сейчас в республике, ну, как, тесно с мошенничеством. Там же и грань, очень такая тонкая грань между, при определении квалификации, те же самые финпирамиды, прежде чем куда-то, допустим, запускать денежные средства, нужно гражданам убеждаться, то, что действительно ли этот предлагатель услуг обладает той коммерческой деятельностью. Скажите, пожалуйста, вот пока не поступила жалоба от того или иного лица, вы не имеете права проверить эту финпирамиду, ее основателей, ее участников? Вот какие-то превентивные меры прокуратура может принять или она будет спокойно наблюдать, пока не поступит какая-нибудь жалоба? Понятно. Здесь вы правильно подметили, сейчас вот назрел тот момент у оперативных органов, допустим, налоговых служб, существует очень много методов. Допустим, по финансовым пирамидам действительно не следует дожидаться, пока полгорода, допустим, станет жертвой. Попадет в эту ловушку. Поэтому именно я вот в начале нашего разговора вот по гиберспециалистам, они, получается, должны вести постоянный мониторинг. Это оперативные службы. Допустим, постоянно вести мониторинг сайтов при наличии, при, допустим, предложении услуг, не имея, грубо говоря, за душой ничего, эти вещи оперативным путем тоже могут пресекаться. Жан-Дос Газитович, я очень вам благодарен за эту встречу, за этот интересный разговор. Желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо. Надзор за соблюдением законности означает строгий контроль во всех сферах жизни. Никто не должен переступать закон. Само понятие надзор предполагает столкновение мнений, полемику, конфликты. И это непременно должно становиться достоянием общественности. Только в этом случае люди убеждаются в том, что надзор по-настоящему честен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok